Откровение, которое пришло в связи со сферой Тетер, восхождение к любви. В начале всякого творения формируется нить жизни, духовная струна, которая есть у всех, кто устремлен к созиданию. Эта струна – звук, который безмолвен. Это звук, у которого нет внешнего проявления, но есть смысл, соответствующий внутренним хранилищам знаний человека и открывающий их своим молчанием. Вот понимаете, каждое откровение – это, по сути дела, ключ к нашим внутренним, хранилищам знаний, к нашей реликтовой памяти, в которую мы сами войти не можем. Благодаря этим откровениям у нас возникает совибрация, и вот эта вся вибрация открывает вот эти хранилища знаний. Бина, Хокма и Кетер, то есть Сатурн, Нептун и Уран, формируют струну, способную излучать светотворение через терпение, разум, мудрость и любовь. Это всего лишь одна струна звука Вселенной, но этот звук является основанием для образования цветов радуги. Одна, триединная нота созидания, в которой есть все движения жизни, и музыка и счастье, обладание жизнью. Это первоначальный звук творения, самый близкий к Богу. Самый первый звук состоит из трех цветов, а из этих цветов можно формироваться все другие цвета. Когда мы звучим как Бог, это больше, чем любое наше движение, чем любая наша мысль. Потому что в этом состоянии мы начинаем воспринимать все миростроение, как его воспринимает сам Бог. И видим хрустальные корни древа жизни, которые определяют физической реальности и отца, и сына, и святую мать. И видим путь, который зарождается, продлевается и ведет в сердце истинного человека хрустальные звуки понимания, усиления и любви. Обратите внимание, корни древа жизни хрустальные. То есть речь идет о минеральном царстве природы. С него все начинается. Древо жизни начинается с минерального царства природы. Потом растительные, потом животные, потом человеческие, потом богочеловеческие. Вот вам пять ветвей основных древа жизни. Сливаясь в сердце человека в триединый аккорд, хрустальные звуки зажигают в груди новое золотое солнце вечной жизни. Тоже очень интересный момент. То есть мы можем питаться внутренней энергией. Ну, тоже солнце дает эту энергию. А оказывается мы можем иметь, каждый может иметь внутри себя неиссякаемый источник энергии – это Солнце-2. Солнце своей души. Слава Богу. Вот где должно подсоединиться. И тогда никаких проблем с энергией у нас не будет. Мы ее будем постоянно дополнительно получать от Отца по задачам, которые ставим перед собой и по той необходимости, которая возникает. Тепло этих золотых лучей стали ощущать и земля, и природа, и океан. Всюду образовались разноцветные радужные облака. И из них пошел радужный дождь. И капли, которые падали на землю, вот людей, меняли все, к чему прикасали. Но благодаря этому тело лучей людей стало ощущать состояние мирового океана, земли, природы и отзываться своим разумом на любые возникающие проблемы. Так же и океан, земля и природа стали катализировать наши мечты и желания, изгонять из наших тел деструкции и болезни. То есть процесс взаимный. То есть мы делаем добро для нашей природы, для нашей планеты. И они стараются также ответить нам. Стало понятно, мы несем в себе все жизненные силы космоса, как и космос несет в себе нас. Потому что и то, что в нас, и то, что вокруг нас, все стало общим пространством жизни, восстановив воду общую, вечную, неизменяемую связь космоса и человека. Тень выходит из человека и пятится от него. Почему? Значит, сам человек стал изучать свет. Он становится источником света. Свет нарастает в золотом сердце и от этого света ежится и удаляется от него тьма, которая не может выдержать его давление. Свет идет вглубь Земли, распространяется по всей ее поверхности, и у людей во взоре появляется и нарастает детское бесстрашие. 12 высоких сущностей космоса проявляются вокруг Земли. Они обрывают и собирают паутину из-под лесов земли и сжигают ее. Но благодаря этому на Землю прорывается водопад многомерного света. Рядом с ним появляется высокая женщина в белом одеянии. Протягивает в свет руки и берет из него внезапно возникшего ребенка. Ребенок радует своего рукам и ее объятиям и быстро растет прямо на глазах. Очень быстро он вырастает на настоящего великана, берет на руки свою небесную мать и сам несет ее во Вселенную, смеясь и радуясь своим возможностям в поле действующей реальности. На встречу новому вовлетаю Вселенной выходит Создатель и протягивает ему руки на ладони, которых сияет музыкой большая прекрасная жемчужина. И Отец говорит, эта музыка даст тебе высшие настройки организма. Ясновидение, яснознание, ясночувствие, яснослышанное, понимание и любовь, которые приведут тебя к Божественному восприятию мира, к новому качеству тебя самого, к распространению твоей души в фазу вечности, где фаза – это тоже этап развития, хотя в данном случае очень длительный. Ведь даже если ты стал Богом, человек, который есть путь к этому состоянию себя, никуда не исчезает. «Подумай об этом, мой мальчик, и постарайся понять, как одна форма жизни переходит в другую и куда они все направляются. Прислушивайся к молчанию, пока не начнет в тебе колыхаться то, к чему ты прислушиваешься». Я смотрел на жемчужину, которую держал мой отец, и видел в ее глубине песчинку, с которой она начиналась. И отец подтвердил – это ее корень из кварца, маленький хрусталь, который вырастает в большую космическую жемчужину. И каждый, который растет, возвеличивает своим ростом того, которое его взращивает. У меня нет никаких начал, а у тебя есть начало твоего осознания. Прислушивайся к молчанию, слушающей Бога, и пойми, что начало жемчужины – это маленькая песчинка, с которой начинался наш взаимный резонанс. Когда вы на него отвлекаетесь, вы становитесь богатыря. Подумай об этом, и я стал думать.